добрый день у кого-то вечер или ночь всем приветик привет красотки хотела к вам сегодня выйти с укрепление ногтей но к сожалению нету поблизости не образовалась модели поэтому приветики поэтому у нас будет осенний дизайн мне захотелось с разными фактурами поработать с разными с разными короче материалами поэтому не сейчас пока не покажу или показать вам что мы будем делать уже хочется чего такого темнее похолоднее привет приветик питер курган все привет всем очень рада в дизайне вот такой сейчас покажу да ну вдруг вам будет не интересно вы будете не с нами тогда вот такой дизайн покажу как легко листики делать привет здесь и матовые глянцевые добавила вот покажу как листы легко сделать да ну давайте начнем для фона я сейчас возьму буду работать сегодня коллекции которая так мило посвящена мне это коллекция вся вот на осень у кого ее нету прям настоятельно рекомендую это лучшее наверное что может быть несколько оттеночков покажу вам ну вы все и сами увидите прям очень сейчас я вам покажу какими я буду работать оттенками вот они вот это темно-зеленый это серый привет вот и сейчас покрою привезли класс вот будете кайфовать сейчас прям самый раз для клиентов это прям супер-супер-пупер мега то что может быть так под камеры сейчас я давайте кого-то секундочку вот на себя еще сделаю вот так вот так будет получше мне полегче немножечко буду делать все с вами этот цвет очень интересный очень такой прям кайфовый у меня ногти некрасивые кому-то некрасивая мне красивые покажите свои у вас наверное покрасивее будет вот здравствуйте вот такой вот оттенок очень крутой он какой-то серо-зеленый это номер а 12 очень красивые сложные оттенки прямо кайфую от них не могу так отправляю в топку ксения чао крошка дети на у них такая фактура крышечек как небольшой кракелюрчик ну прям суперская и еще хочу использовать здесь один из гириллаков лимитированной коллекции но это можно не только из этой лимитирки брать это коллекция магия магия вот он разными оттенками переливает в коллекции 12 оттенков тут и посветлее потемнее или они такие прям классные волшебные лимончик на ноготках это у меня акрил акрил приветик я вот первый слой вот этот оттенок сделала а второй слой сделаю магию магия сама по себе волшебная а на каких-либо подложках она еще волшебнее можно прорезки прорубки делать но сейчас вот осень и магия самый раз стоимость коллекции магия от 500 рублей до 800 и она того стоит поверьте это коллекция магия моя коллекция это когда у вас обновится матовый топ и терракота так матовый топ наверно от дансов закончился возможно есть от нейлика я не знаю они очень похожи я сегодня с нейлика буду работать вот ждем сейчас посылочку от дансов вот не знаю как насколько камера передает но видите от изумрудного цвета переходит в какой-то и бордовые и бежевые и ну не знаю короче очень классное свечение получается прям крутой крутой так отправила и теперь хочу прилепить сюда вот такие такие вот камушки они как ртутные камушки до называются на самом деле они сделаны вот эти камни из стекла их можно засовывать в инкрустацию стразами их можно использовать так самостоятельные там элементы вот здесь у меня как самостоятельный элемент я это буду крепить на флекси базу что вполне себе очевидно так как же мне тут их разместить эти камушки что давайте посмотрим здесь у меня вот так здесь у меня с этой стороны здесь с этой и наверно вот сюда надо разместить ну давайте попробуем флекси базюлю света каких кошек кошек могу посоветовать у нас сейчас на распродаже немножечко и лаурель есть кошек а так я вам советую купить пигменты кошачьи глаз и вмешивать в любые свои гель-лаки будет вам счастье я на праздники у юли буду обязательно я сейчас курсы в москве у меня будет два курса первый курс уже не имени в студии по микролепке не знаю если там места но если хотите можете позвонить и узнать вот ведь такую лужицу сделала чтобы сюда посадить вот эти вот штучки а потом у меня будет в наилика база лайт курс и сейчас я буду сажать эти камушки смотрите эти камушки они в принципе здравствуйте они в принципе не нуждаются в покрытии я носила их много и в инкрустации и просто вот он в основном инкрустации дополняла и им все нормально только если вы пилкой их залезете с чешите стешите не знаю как правильно сказать они разных оттенков бывают то вы пропилите просто до прозрачного стекла просто вот до стеклышка сейчас я пытаюсь их там выковырнуть называется natural touch да все верно вот если вы прям очень сомневаетесь можете покрыть их топом тогда точно все будет хорошо держать но они так хорошо держатся а вот на флекси базе да они держатся прекрасного их можете чуть-чуть под утопить я их сажал и на клей от вики рулевой и вот на флекси базу все прекрасно носится ничего а и на женин топ кстати тоже вот который для инкрустации сейчас еще чуть-чуть посажу они есть и мелкие крупные я сейчас тут работаю достаточно мелкими могу сейчас показать вам покрупнее есть такие вот прям крупники о серебро она облазит если только вы пропилите пилкой а так это все достаточно долговечное из практики поэтому я вам чем не врать говорю как есть ну так вот достаточно на небольшие наготули это все будет прекрасно очень интересно смотрится во флористике в лепке ну прям клевые они или по мне хватит отправлю подсушиться до в носке супер ничего не облазит прям чудесные мне они очень нравятся теперь привет катюнь теперь про листья техник рисование листиков вы знаете что их существует огромное количество у меня будут вот такие вот листы пятилистники достаточно простые которые рисуются тоже легко но некоторые не могут сразу нарисовать вот эту вот всю историю то есть обвести потом заполнить поэтому я вам сейчас покажу простую технику легкую которую вы сможете все повторить здравствуйте я беру оттенок зелененький вполне себе нейтральный надеюсь вам все будет видно можно какой-то даже светлая взять ноты я светло-зелененький возьму для того чтобы просто наметить себе ну площадь да на которой буду рисовать от нашего как бы такого импровизированного виноградика пойдет какая-то ветка вот как будто она ушла туда на второй ноготь на можно вот так вот сделать ветку и на нее посадить потом листы чем мы сейчас с вами и займемся значит рисую сейчас такой каркас ветки длинную штучку фоновку арт гель почему-то кончик стал облазить можно укрепленным просто должен быть и все вот посмотрите у меня такая длинная ветка от этой ветки вот сюда пойдут как ручки такие так стоп стоп у меня телефонный звонок был ссоре смотрите вот такие вот ручки и вот сюда пойдут как ножки ну или можете это воспринимать как букву х допустим да может быть что-то не досохло или может быть там сильно как-то ударились где-то и теперь смотрите дайте так вот поближе надеюсь вам будет видно это все мы сейчас делаем такой условно подмалевок каждый наш вот этот ручка ножку голову делаем вот такой треугольник сейчас капельку наберу то есть вот так смотрите уплотняю видно треугольник получился и вот такой треугольник делаем на каждой ручке ножки девчоночки понятно пока что я делаю это достаточно легко вот можете делать пошире но не мельчите не делать их супер узкими это прям вот очень такая легкая легкая техника что даже прям совсем новичочки справиться правда вот треугольники привет машу ли набираю видите пока пелюшечки между ними смотрите делаю такие соединения сразу же вы чуете у нас уже такой как бы листик начинает образовываться и теперь из каждой вот этой треугольнички из каждого треугольничка можно даже не набирать особо капельку из каждого треугольничка сейчас все видите вытягиваю остренькую такую петюльку и тоже их объединяю мы это все еще будем дорабатывать поэтому сейчас просто мы себе это намечаем таким образом вы сможете нарисовать всевозможные кленовые листья в данном случае у нас винограде виноградный такой листик вот у нас уже этот лист фон получился да он у нас не может быть один поэтому мы где-то еще какие-то участки ну типа там тоже какой-то лист ушел куда-то все кто хочет смотреть мои ногти можете уходить из этой трансляции потому что я вам не свои ногти показываю сейчас показываю дизайн то есть я этим же цветом заполняю какие-то участки видите у меня пол типса будет такие приветик сформированы мы потом еще можем какой-нибудь вензелюшечку закрутить да у винограда такие усики как у клубники есть ну вот какой-нибудь кисточка у меня напушилась вот сюда выходящий такой хвостик сделаю вот понятно что сделал сейчас видно да не преломляет ничего деле от dance легенд бою любилей и любили вернее до байданс легенд это лимитированная коллекция вдохновленной азаровый вот отправила прослушиваться и теперь мне нужно на этом листике сделать как бы его повеселее поярче виноградная да вот виноградная я беру рыженький вот этот оттеночек то что осенью уже у нас тут все жухнет потихонечку и просто как бы какие-то участки даже особо сильно не растушевывая просто заполняем другими оттенками то рыженький можно взять темно-зелененький привет светочка привет вот кстати мы сейчас слады говорили что у тебя там есть какие-то девочки уже на курсы записавшись а светик у меня будет вести курсы от академии я на лузан по маникюру повышение квалификации для базовичков и текстуры и капли и поэтому вдруг кому интересно в сентябре у нас будет такой курс инстаграме есть уже информация так ну что в серединочке видите темно-зеленый тоже добавила он там еще не успел у нас пожухнуть давайте даже вот сюда какие-то прожилки протянул кстати кто украине можно к наташе морчишиной сходить вот видите у нас получился вот такой вот пока дизайн отправляем в лампу подфиксироваться теперь мне необходимо сделать немножко света ну это я сделаю из смотрите что я сделал я уже здесь нами сила да поэтому я вам просто расскажу что я здесь сделала вот в этом замесе здесь или база или топ но у меня был топ я добавила беленького и добавила зеленоватого или вот бежевенького оттенка то есть чтобы он был такой не супер мега укрывистый а немножечко мы его могли подрастянуть здравствуйте рад что со мной может быть вам пригодится даже не столько дизайн сколько какая-то идея какая-то техника до в работе потому что это очень важно именно владеть различными техниками и теперь я стараюсь чтобы он не бликовало от лампы и теперь вот где у меня самые такие выпуклые места я прокладываю этот свет с какой-то одной стороны и чуть-чуть растягиваю у нас еще будет тут один свет более объемный чуть позже высветление она всегда дает нам понятие такого объема до на каждом лепесточки это делаю девчонки вы же знаете что реагировать на слово висит никому не надо потому что никто не виноват что у человека плохой интернет если 50 человек написали то тогда понятно что там у меня какие-то проблемы вот видите она уже становится более объемным не забываем и про на фиксацию до отправляла доставлю трансляцию обязательно да да свет это очень важное дело и где-то добавляю свет ну вот эти вот блики можно так сказать на нашем оставшемся варианте вот и чтобы все это дело объединить хорошенечко я еще беру и вот этим же оттенком ставлю ну как бы даже не блика я даже не знаю что это то есть немножечко на наших камешках у них хватает своего блика понятно они будут блестеть и там бликовать но мне нужно такое вот объединение с цельность ну с цельной композиции чтобы не смотрелось так что вот я нарисовала виноградный лист а потом вот вдруг как-то решила взять и прилепить эти камушки видите они сразу так начали сдруживаться вместе и отправляю в лампу все то есть основную часть дизайна мы сделали пока у меня там сушится я сейчас буду покрывать матовым топом все это дело можно это и не делать но мне хочется игры фактур другие ногти вы покрыли например этими оттеночками вот что мы делаем покрыли этими оттенками вот этими да то есть двумя например и все пусть они останутся глянцевый один ноготь можно всегда выделить каким-то матовым с дизайном потому что мат и глянец он дает очень хорошую фактуру я буду сейчас делать покрытие матовым топом от компании неллика называется вельвет он очень бархатный в принципе они очень похожи с топом вот dance легенд поэтому если вдруг нету данщиков вы смело можете приобретать такой продукт и он будет тоже раз чудесный так как я это делаю на типсе и у меня нету боковых валиков которые мне могли бы мешать я это делаю сейчас кистью из флакона на клиенте естественно это будет сделать не очень удобно поэтому мне это надо было сделать до покрыть до того как посадить вот эти камешки до чтобы вокруг них тоже не было никаких соплей не люблю сопли принципе можно было бы в глянце он так оставить но немножечко чего не хватает человеку не лень писать что-то тратить свое время так отправляют на 30 секунд сушиться в это время что я сделала у меня тоже уже этот замес есть но я вам немножечко расскажу про него смотрите но не бросить внимание я взяла каплю матового топа давайте вместе с вами сделаю такой замесе от маленький совсем да прям крохотульку чтобы тоже видели маленькую я взяла каплю топа и взяла сюда добавила акриловую пудру сейчас не буду добавлять не буду тратить время то есть добавляем акриловую пудру после этого я добавила наш вот этот замес сюда же и чуть беленького то есть у меня получилось вот такая вот видно густая масса но после того во первых она может держать небольшой объем это плюс и этой массы мы как раз будем делать маленький 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 объем это делать необязательно ой девчонки вы по вязкости по сами поймете там не очень много ее нужно прямо капелюшку все сниму сейчас дисперсионный слой или даже не сниму а пока прорисую а потом сниму вместе вот и теперь все что я вот каплю набрала эти капелю ху все что я высветляла да я еще раз по краешку прокладываю такую вот колбаску видно она держит объем но прекрасно при этом просыхает и за счет того что я сделал это все на основе мото топа у меня после высыхания будет матовый такой матовенький барельеф чик я сейчас просто прокладываю и чуть-чуть сейчас буду это все дело раз тушевывать естественно такой замес делается ненадолго потому что если будет у нас у вас стоит долго то он у вас просто заполимеризуется потому что акриловая пудра начнет вступать в реакцию с с мономером который содержится в геле да давайте-ка вот сюда вот сверху еще маленькую поставим где-то вот тут все я сейчас кисточку утираю и он с легкостью с легкостью за счет вот этой вот своей фактурности распределяется это не замена всевозможным барельефом как бы это есть тут небольшой барельеф но это не замена там харду например смешанному с арт гелями нет это как один из вариантов сделать еще дополнительную фактуру можно без этого обойтись ну естественно а с другой стороны почему если у вас все это есть почему бы этим не воспользоваться это тоже интересный такой вот вариант и я считаю что вы это можете взять как основу как идею и уже переродить ее например края листиков отработать я сейчас это сделал просушу и сниму липкость это станет все цельное управляем в топку вытираю обязательно кисть я думаю что вам должно быть все понятно я уверена что вы поработав с разными оттенками сможете и с разными цветами до сделать сможете до замесик ну опять же ничего в этом сложного в этом замесики нету что там матовый топок чуть-чуть акрилой пудры и цветники работа лампы санван у нас тоже есть продаж все мне просохло это дело я сейчас нему липкий слой сейчас вытираю сейчас без лампы а то у меня все там трусится вот вот видно у меня все это дело стало матовым никакой у нас тут не шероховатости но если посмотреть в бачок у нас легкий брелет понятное дело что вы можете накрутить второй слой 3 то есть как хотите и вот здесь мне сейчас не хватает немножко контраста я рада рада что вам нравится можно было бы взять другой фон какой-то но если остальные такие тут может быть какой-то темно-синий фиолетовый а вот вокруг мне не ушла дисперсия ну ладно еще замажем я беру арт гель вот мне хочется еще глянца здесь то не обязательно это делать абсолютно ну почему бы и нет и я сейчас возьму арт гелем вы же знаете да он без липкого слоя у нас абсолютно сначала так вот между листиков вот видите он дает уже такой глянец и после полимеризации что не может не радовать он не оставляет дисперсионного слоя я начинаю пока что аккуратненько вот здесь вот прокрашивать если будете делать на клиенте а я вам это сделать советую я тоже буду обязательно делать это на клиенте буквально уже завтра скорее всего что-нибудь сделаю ну как там разделить их можете да вот видите начинает уже появляться контраст гель черный черный но не обязательно вы можете взять и темно-зеленый и какой-то там фиолетовый на если бы у вас фон был темный тоже было бы не обязательно мне хочется именно фактурности понимаете то есть здесь на любом этапе можно что-то заменить и вида изменить но из-за того что мне хочется соединить здесь несколько фактур я как раз вот это все и делаю вот эти начинаю обводить и получается что вот этот черный нам выделяет все дает такой контраст так сейчас вот этот край выразительные здесь можно сделать например какие-то там я этого не делал но узнаете да я где что не делаю могу на другом сделать если у вас так с липки могу смешать стопами с липком конечно можете если у вас что-то там вам не понравилось или как-то толстая линия вышла да и она вам сюда в композицию вообще никак не врисовывается да вы эту линию естественно можете разделить вот у меня уже там как будто край листа более ажурный получился можно в самом листе тоже там я этого не делала ну вот могу здесь такую как солнышко сделать тоже кстати там тоже сделали прикольно до смотрится еще более контрастнее вот и последнее местечко вот здесь все в принципе сюда можно добавить и бульешечек каких-то и ну не знаю здесь уже перебарщивать тоже не хочется да уже все и так сделано видите дизайн то совсем не сложный но что у нас здесь есть объем есть матовый глянцевый разные фактуры и объемчик оба рельефа немножко есть работ такая что ну сложного вообще ничего нету правда мне очень хочется чтобы вы тут нет цветка чтобы вы попробовали сделать в этой технике возможно что-нибудь еще может быть он давайте вот здесь в виду полностью вот понимаете вот так вот она потом и начинает продолжаться что-то вот мне сейчас захотелось рамочку до провести смотреть еще более цельно стало да когда рамка стала у нас тут всего по чуть-чуть виноградная лоза до виноградная лоза с этими штучками а давайте пока в лампу отправлю я сейчас здесь тоже доработаем да здесь вот полет шишки шишки кстати да а что вот сейчас возьми форму шишки выложи сделай еловую веточку да вот тебе зимний вариант а что тем более сейчас осень и вернее уже скоро до сейчас пока лето а нам-то уже надо готовиться каким-то более осенним вариантом дизайнов чтобы клиенты порадовать потому что не все готовы делать ну я не знаю пейзажи осенние грибы там всякие разные может быть кто-то и готов но в основном у нас клиенты любящие флористику да это почему бы не отнести тоже флористике вот тоже отправлю в топку все арт гелюшек закрываю черненький может быть игры фиолетовый какой-то вот такой у нас сегодня дизайн с вами получился сейчас фотографирую тоже в инстаграм выложу кому не сложно заходите ставьте лайки буду очень рада этому факту если вы будете делать отмечайте меня на фотографиях я уверена что у вас много такого подобной продукции имеется да и у вас это же можно сделать и любой другой продукции вы же понимаете у нас такой получился товарищ целая композиция вот сейчас вот так вот отдалю немножко она нарисовала со мной классно покажите мне я с удовольствием посмотрю просто когда на приближении все достаточно крупная да а когда вот так вот отдаляешь также не видно что рисовать чтобы я рисовала да вот так вот издалека уже видно да можно же сделать два ноготочка клиенту мизинчика безымянный средний указательный или средний безымянный на вот и ничего трудного и фактуры разные и потрогать хочется а трогай сколько хочешь потому что все надежно прилеплено все держится вот надеюсь вам сегодня было полезно со мной курсы у меня какие будут еще в нижнем не знаю если да издалека читается но вблизи я вам просто технически показала а издалека опять же читается потому что есть контракт контракт господи контраст между листьями ну чтобы не потерялся виноград понимаете нашу ли ты точно сделаешь здравствуйте ваши ногти на руках супер ногти ну скажите не мешает мешает жить мешает как я с ними живу я не знаю мучаюсь мучаюсь ну что девчули какие то вопросики может быть идеи у вас есть сюда можно еще бульончик золотых да чуть чуть добавить но так чтобы не переборщить откуда эти люди полезли господи ты человек говно вот тебе получи фашист гранат ладно все пошла фоткать выкладываю инстаграме я наверно вот сюда рамочку еще доделаю сейчас на вот этих двух пальчиках шишки да цветы всевозможные камушки пластилином замени раскрасить конечно стразами можешь заменить а если кому вдруг что нужно из продукции заходите на наш сайт сейчас я вам покажу азарова-с.ру там в разделе магазин есть продукция кистюльку для лепки в питер а чё надо ну если надо я конечно могу захватить но я не знаю может там у ребят будут вот мой сайт азарова-с.ру кому вдруг если надо и вот он мой инстаграм азарова.студио подписывайтесь можно глиттер с хардом намешать и каплями класс вот все правильно говорите девчонки вы все знаете может быть это будут знаете как вот у меня есть такие объемные я уверена у вас тоже есть объемные конусные стразики как фианиты вот он у меня здесь сияет просто огонь и в кристалландии есть микс вот номер 402 набором нет мы не продаем набором вот их тоже можно как бы выложить очень красиво и будет такой вот стразиной виноград ну все люблю целую я сейчас буквально 3 числа уже улетаю в москву с курсом микролепка и меня не будет недельку вернусь 11 по моему числа поэтому до этого времени вряд ли меня будет смотрите старые трансляции они пропадают к сожалению а там столько всего интересного так что вот так все пока девчулечки так что что у меня тут происходит ай-яй-яй не хочет не хочет так что все ливи да вот и вот и вот и вот и